Представители знака Зодиака Водолей, Водолеи мои дорогие, здравствуйте! Торо прогноз, апрель, судьбоносные перемены, как изменится ваша жизнь. Давайте узнаем, какие карты нам выпадут для вашего знака Зодиака на апрель. И это тот месяц, который сам по себе может быть очень судьбоносным. Он начинается в период коридора затмений, как раз в середину, 1 апреля. А коридор затмений – это своего рода выбор. Или есть смысл что-то продолжать. Что для вас значит ожидание? И мы все, не только вы, это вот коридор именно энергетика, точнее, коридора затмений на нас на всех влияет. Таким образом, что слово ожидание, как кульминация, ожидание бывает разным. Иногда это настойчивость, терпение продолжать, ну, начатый какой-то труд или какую-то тему, изучение, может быть, конкретного дела, вопроса или то, к чему вы приступили. Может быть, это терпение, когда мы оформляем какие-то документы и обстоятельства, события. Нас тоже вынуждают подождать. Мы не ускорим ни подписи чиновников, ни печати какие-то, но есть и другой смысл ожидания – это как пустые надежды. Вот эту параллель или демаркационную линию между пустым чем-то или то, что не может быть продолжено, и там, где нужно действительно проявить терпение. Или есть смысл что-то решить, или есть такие возможности. Мы все будем проводить. Ну, где-то и ваш знак может оказаться на 1 апреля в состоянии выбора. И у каждого здесь по-своему. У кого-то личная жизнь, у кого-то вопросы труда, учебы или личных амбиций. 21 апреля – это очень значимая дата, поскольку две серьезные планеты встречаются. Это Уран и Юпитер, знаки Зодиака, Телец. Такая конфигурация бывает один раз в 83 года. Но человечество подметило, что часто это либо те события, которые более масштабны, глобальны и имеют значение для нас всех. И как новости какие-то или новинки, вот, кстати, ожидается. Возможно, это будет связано либо с искусственным интеллектом, или новые формы взаиморасчета. Если мы говорим электронные деньги, это затронет весь мир. И от этого тоже может как раз направление, к примеру, как изучение нового вида деятельности. Вот оно может для вас проиграться, как ваше решение. Мне эта тема интересна, я буду продолжать, я изучу все досконально. Или для кого-то это может быть еще, как мы ведь не знаем наверняка, все же это происходит конфигурация встреча, соединение планет, знаки Зодиака, Телец. Телец у нас отвечает за благополучие. Могут быть еще какие-то вопросы в связи, ну, даже с обстоятельствами непредвиденными, непреодолимой силы, когда мы вынуждены что-то по части собственного благополучия тоже решать. Ну, давайте мы узнаем, как видят карты для вас, мои дорогие водолеи. И первую карту мы достанем. Обстановка вокруг или оценка ситуации в целом. Неожиданности. Как изменится ваша жизнь, хотя бы направление энергетика. И как разрешится ситуация, либо карта совета. Что же вокруг вас? Прекрасный период. Туз воды. Это туз кубков. Это, знаете, когда наполненность, наполненность внутренняя, безусловно, карта счастья или радости, воодушевления, новых возможностей. У кого-то в личной жизни будут перемены, правда, как предложение руки и сердца. Пусть не напрямую карта об этом говорит, но вполне вероятно, по этой карте ваша личная история развивается, продолжается таким образом, что есть повод для радости и порадоваться за себя самого, может быть, за любимого человека, может быть, если люди семейные за ваших детей. Или, ну, есть какой-то положительный момент в апреле, и обстановка, даже если она вокруг вас, я понимаю, по одной картине расскажешь обо всех водолеях. Но даже, мои дорогие, если камни с неба, то для вас какие-то возможности. Помним, кризис – это всегда возможности. Вы умеете видеть иррационально, в каких-то простых вещах. И вот здесь вот эта эврика для кого-то из вас тоже может проиграться. Или это банально на работе, вы мечтали о должности, но она была занята, здесь происходят какие-то подвижки, должность будет свободна. Или еще более какое-то интересное дело, или другую должность, например, да, если вы строите карьеру, как раз можно осуществить. Повторюсь, любой сферы жизни, хотя больше, конечно, нам про чувства, но есть радость, обстановка, если мы говорим, вот вас что-то будет радовать. У вас словно, ну, могут, как крылья за спиной, или что-то вот у меня сейчас именно получается. И это ощущение или предвкушение, что вот-вот решится какой-то вопрос в неожиданности. У кого-то вопросы страсти, правда, проиграются, мои дорогие водолеи. Личная жизнь, искушение, 15-й аркан. И по этой карте главное все-таки не замечтаться. По тузу воды, если мы говорим наполненность. Это есть еще и, знаете, где-то такая экзальтация, когда мы перестаем уделять внимание мелочам, а по 15-му аркану мы не должны собой рисковать. И есть какая-то, может быть, игра, может быть, это ваша игра, может быть, даже в хорошем смысле, потому что если мы говорим про чувства, вопросы страсти, физиологии, это трудноуправляемые, правда? И поэтому быть реалистом стоит дважды, потому что, замечтавшись, мы как будто теряем связь с реальностью и можем себе добавить именно по неосторожности тех ситуаций, которые нам могут существенно осложнить жизнь. Иногда эта карта говорит о привязанности к материальным вопросам. В каком плане? Когда мы деньги сами по себе ставим на первое место. И карта говорит, деньги – один из способов взаимодействия с миром. А вообще какая-то идея должна быть, что-то духовное. Не попасть на удочку к 15-му аркану всегда важно. Искушение. Искушение может быть сильным. Но и карта говорит, говорит, не выходить за пределы допустимого. Есть какие-то рамки, назовите это моралью в обществе, может быть. Или рамки, когда вы не должны нарушать закон, мои дорогие. И здесь могут быть, если мы про материальные блага говорим, не играть в азартные игры. Вам может повезти один раз, но на следующий вы проиграете все. Я бы не сказала вообще, что место азарту. Тут можно поставить на кон все с воодушевлением и остаться нищим. 15-й аркан. Вообще по части нахождения в вашем знаке водолея Плутона на последующие 20 лет собой не рисковать. Или не поддаваться азарту. Легкие деньги опасны. И об этом тоже говорит 15-й аркан. Иначе, ну если мы теряем связь с реальностью, какая-то игра переходит в опасность. Повторяюсь, я должна об этом сказать. Может быть это отношение. И с учетом туза воды, это может быть и знакомство. И вы почувствуете сильное влечение какому-то человеку. Может быть желание решить как-то по-своему тот или иной вопрос. Настоять на своем. Такое тоже может быть. По этой карте со знаком плюс проигрывается, что физических сил как будто хватит у вас на решение любых вопросов. Но присутствует искушение. Как изменится ваша жизнь? Луна. По луне тысячи неопределенностей. И все то, что я сказала, два старших аркана, причем достаточно серьезных. По луне это исключить любую возможность риска, наоборот, нам говорят. Наверное, предусмотреть тот факт, что люди могут пытаться манипулировать. Или на данном отрезке времени мы можем быть действительно так воодушевлены, что не увидим уже каких-то предпосылок к тому, что ситуация начинает изменяться. Или меняется ход событий. По этой карте как изменится ваша жизнь? Нам не говорят. Это правда. Но то, что обстановка пока не ясна вокруг вас, вот это точно. Либо какой-то вопрос, которым вы можете быть заняты, или даже какая-то история, которая у вас будет развиваться со знаком плюс. Не важно, может быть это отношение, может быть это работа, или это вообще деньги, новые виды заработка, дополнительный доход. Нам говорят, что изменится что-то, и ты пока не можешь всё просчитать. Поэтому нам говорят, искусство мелких шагов. И куда-то не торопиться для себя, организовать какой-то запасной аэродром или пространство, которое словно мы можем, ну, ретироваться, отступить шаг назад. Или выиграть время. Нельзя всё ставить, правда, на кон, самому себя беречь по карте Луна. Это будет важно. Конечно, нам ещё говорят о том, что по этой карте могут проигрываться, если мы говорим, вы, допустим, в паре. Или ваши уже отношения, они честны, и вы знаете какую-то траекторию развития. Тогда по карте Луна проигрывается, когда вы будете, возможно, заниматься вопросами переезда. Или моё место жительства для семьи, например, да. Вы будете делать жильё более комфортным, что-то улучшать. Или вопросы, связанные с вашими родственниками, с родственниками вашего партнёра. Но помните, нам говорят, что большие возможности скрываются в тени, и вы их пока не видите. Может показаться, что дело обстоит, или вы можете быть даже уверенными. Вот в чём вопрос-то, в чём подвох, наверное. Вы уверены в том, что будет либо меняться, либо то, что ещё пока зыбко непонятно. То, что не отстроилось, пройдёт какое-то время, и вы узнаете либо новые новости, либо придут новые обстоятельства жизни. Сейчас как будто ситуация недостаточно правдива, и поэтому на кон всё ставить нельзя. Продолжение как будто следует. Но если мы говорим, как разрешится ваш вопрос, это карта искренности и любви. Двойка кубков. Это карта правильного взаимодействия, когда правильно или правильным будет быть великим дипломатом. Какого бы ни был у вас вопрос, или какая бы тема перед вами ни стояла. Как разрешится ситуация? Если есть положительный как раз момент или тенденция к решению любого вопроса, но здесь это строится на дуальности. И даже, кстати, материальные вопросы, они тоже должны быть в балансе. Сам по себе баланс, об этом нам говорит карта. И как совет, баланс эмоциональный, гармония в душе. Да, тут, к счастью, я могу сказать однозначно, мои дорогие водолеи, если вы что-то просчитали, или пусть это будет какая-то тема по финансам, или пусть это будет любовный вопрос, или семейный вопрос с родственниками, с детьми связанный, то просчет и искусство мелких шагов для вас как раз поможет какую-то дальнейшую удачную траекторию именно продолжить, предусмотреть быстро меняющиеся события, которые будут происходить, или окружить себя более надежными людьми. И вот как раз по двойке воды мы говорим это про искренность, про любовь. Или построить счастливую личную историю, это тоже со знаком плюс. Но и, знаете, создать, может быть, как гармоничное партнерство. Наверное, все то, что касается надежности, гармонии и искренности, это для вас будет в приоритете. И у вас есть как и возможности для этого, так у вас и, как карта совет, это можно тоже рассчитывать на подсказку. И материально это у нас рыбы изображены, это один из символов материального достатка. Здесь есть возможность заработать деньги, но это именно заработать, это нелегкие деньги, повторяюсь. Давайте мы на картах Ленорман достанем три карты и узнаем, в какой сфере жизни вот такие события произойдут. Чего это может касаться. Но вообще эмоции будут приятны, это правда. Туз воды и двойка воды. Первая карта. Вторая. И третья. Какая же сфера жизни для вас проиграется, правда? В личной сфере вопросы любви мне нечего сказать. Вас может что-то воодушевлять, вдохновлять. У кого-то ведь могут завязаться отношения на расстоянии с учетом карты Луна, мои дорогие. Будьте внимательны. Но определенно личная история какая-то, да, вас порадует в апреле. Давайте посмотрим, ну, по десятке. Или это у нас коса, сбор урожая, получение какого-то итога. И прекрасная карта на получение денег. Те деньги, которые задерживались, они к вам приходят. Но мы избавляемся от иллюзий по этой карте тоже. Мы не должны с чем-то просчитаться. И если я говорила про легкие деньги, эта карта еще раз подтверждает. Получение каких-то материальных благ. Или может быть решение вопроса по части переезда, недвижимости, имущества. Здесь должен быть четкий математический расчет. Есть какая-то реальность, конкретика. И важно будет не замечтаться и не поставить все под риск. Третья карта. Новости. Новости, которые может быть по карте Луна. Мы говорим, что еще пока зыбко непонятно. И нужно ожидать тех событий, которые сейчас как будто скрыты. Одно новое сообщение, предложение может изменить ход событий вашей жизни в апреле вообще. И вполне вероятно, где-то ближе, в районе 21 апреля, вы что-то узнаете. И для вас это либо перевернет мир. Может быть, вот буквально ваш внутренний мир. Я имею в виду ваши намерения, цели. Вам придется корректировать или корректировать планы. Здесь может быть как известие о том, что есть какая-то новая возможность. И тогда вы будете просчитывать, каким образом это осуществить. Может быть, это как предложение, опять же. Или удачное время для того, чтобы согласовать какие-то документы. Но держать, мои дорогие, руку на пульсе. Потому что, как и документооборот какой-то у вас может быть. Сфера денег для вас тоже может со знаком плюс определяться на будущее. Так и сфера личных отношений, любви, страсти дальнейшего союза в апреле месяце. И благополучие, и любовь, и работа, и ваши чистолюбивые планы, амбиции могут отчасти скрутиться в один клубок. И вам придется вот эту нить рядной из этого клубка все же достать, определить вот ту канву или траекторию, фарватер для себя, чтобы не ошибиться. И где-то не оступиться будет тоже важно. У вас прекрасны, мои дорогие, карты ложатся. Но не замечтаться все же с учетом 15-го аркада. Нам об этом сказали карты Таро. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы. Будьте любимы всегда, мои дорогие водолеи.